дорогие друзья начинаем серию рассказов о мулардах вот они мои золотиночки первые появляются посмотрите-ка проворонила я момент когда надо было снимать самых-самых малышей боже мой первенец наш кверх ногами застрял а и камера запотела малышенька моя ух ты какой-то большой как же ты там получаешься то сейчас камеру выдру там же очень влажно поэтому все запотело ну-ка все все опять на связи чижик чижик я бобер продолжаем ты мой золотиночка моя какой крупный реально слушать какой большой мулардик то и вот здесь второй толкается не может идти выбраться потому что яиц то много вот так у тебя вытащим у тебя черненькая головка ну все я короче как ребенок дональше сайду посмотрите какие мои хорошенькие на все вкуснявочки кстати очень одновременно прямо они дружненько все проклюнулись надеемся что и вывод их будет тоже дружненько все закрываем и дата замерзнут мои малышки а скорлупку не забрала так на яйце сейчас нормальненько но я открываю сами понимаете здесь у нас три-четыре-пять уже замораживают бедных детей скорлупку я заберу вот вам не кажется что что-то в яйце вот как куриное у меня скорлупа получается чище лучше это плохо что вот оно там такое или это нормально я на видео смотрела как тоже выводится мулардики у них тоже было не особо чистое яйцо или это чистое считается для утиного короче не знаю но проклюнулись все очень здорово все одновременно еще раз смотрим нет ли тех кто зажат ты мои золотые лапы с перепонками это первые мои перепончатые лапы ой товарищи как это все всегда трогательно просто восторг ты малышеньки все 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 ну только вверх ногами мне не нравится вот какой-то мне большой они молодцы скорлупа очень твердая в отношении по сравнению с куриной прямо она вот ну прям плотная видите она прям и пленка это у них подскорлупная плотная такая крепкая не то что у куриное яичко уже к этому времени прямо скорлупка вся нежная мягкая а тут не такой простой процесс этот вывод но все клювики мои плоские простите большими ну как у нас дела второе посещение малышей умиляет умиляться я планирую в эти боже мой клюв торчит погляньте-ка просто торчит клюв и все тут а тут кучинятки яички еще положили чтобы не перепутать маленький вот еще скорлупа ладно не буду трогать ой сколько вас тут вы чё все сюда собрались вот эту кучище я понимаю кучка славная прелести мои давайте давайте любитесь уже вы много вылупилась у вас приличный тут все практически наклюнутые видите с камера опять запутевает это же мы вообще сушится на это что-то такой клювик вот этот очень классный красавчик смотрите-ка такой малышечек вон он вон он такой он как старается все мой сладенький прохладный а вот этот уже совсем смотрите итак вывод завершён и вот она наша первоапрельская утка и это вам не шутка это реально первоапрельская утка и первая утка в нашем хозяйстве до этого момента такого зверя мы не инкубировали и не растили вот будем пробовать зверь этот называется муларт насколько я знаю это межвидовый гибрид значит у него папа мускусная утка селезень и мама пекинка в общем как говорят мясо не жирное должно быть и очень вкусно и относительно нежное то есть не такое жестко как у мускуса приближено к мягкости к пекинской утки по мягкости вот значит что у нас получается из 60 яиц как вам уже елена рассказывала одно яйцо разбил я при укладке два яйца было неоплод 6 яиц значит были замерзшие зародыши на ранней стадии инкубации и до вывода дошло 51 яйцо и вот из этого количества яиц мы получили 44 утенка вот они перед вами вот утята есть у нас уже как вы видите а вот где их растить мы пока еще не подготовили не придумали даже вот будем в экстренном режиме все это опять решать но я думаю что из брудера мы переселим вот в эти вот клетки одноярусные бройлерные на время а потом уже как подрастут мы их разместим на улицу надеюсь что к этому времени будет там тепло до вывода у нас дошло 51 яйцо и из этого количества вывелось 44 утенка что произошло с остальными яйцами я вам сейчас покажу так вот смотрите значит что у нас осталось от 50 одного яйца один не вышел он сформированный полностью цыпленок был проклюнулся но не вышел и я ему не помог вовремя потому как отъезжал нам по делам вот и в общем то не знаю не хватило у него сил самому выйти и он погиб и 6 яиц это недоразвитые зародыши как назвать уже цыплята вот ну то есть остановилось развитие плода на поздних стадиях инкубации в чем причина сказать не сложно думаю что возможная причина это я их переохладил в тот момент когда перекладывал яйцо значит из этого инкубатора так как сюда нужно было закладывать индейку и частично бройлера вот этого я перекладывал в blitz вот в средний старался вроде я по-быстрому это сделать вот но здесь не так тепло как хотелось бы должно быть скажем так и возможно я переохладил но не знаю по идее не должно было так повлиять это все дело но вот по факту мы имеем 6 недоразвитых утят вот то есть получается из 60 и 44 цыпленка я если правильно посчитал так на скидку это около 26 27 процентов по в принципе это нехорошо вот это плохо да даже я бы сказал вот но первая инкубация утки не знаю напишите в комментариях что это совсем плохой результат или так себе ничего для первого раза сгодится как говорится вот ну в общем будем растить теперь этого зверя вам показывать рассказывать как обычно постараемся посчитать себестоимость выгодность этой птицы для нас и вам расскажем все следите кому интересно спасибо за внимание надеюсь информация была вам полезна подписывайтесь на канал ставьте лайки дизлайки и жмите в колокольчик всем спасибо всем пока